Мне часто подписчики задают вопрос, какой самый безопасный оральный анаболический стероид? Я дам однозначный ответ. Самый безопасный анаболический стероид это, конечно же, аксандролон. Аксандролон, действующее вещество, название препарат, оригинальное было АНАВАР. Препарат был допущен в 60-х годах для медицинских целей и до сих пор применяется в некоторых странах при таких заболеваниях, как алкогольный гепатит, также при ВИЧ-инфекциях, когда человек теряет весы, ну и при других видах кофексии, да, также его применяют успешно для лечения ожогов. АНАВАР – это анаболический стероид, который усиливает синтез белка в организме, усиливает метаболические процессы в вашем организме, да, вследствие этого вы прибавляете весы, в основном мышечной массы, и при ожоговых состояниях бывает такое, что ваши кожные покровы повреждены, и вы теряете через них, через эксудат, который выделяется, много белка, и чтобы восполнить белком ваш организм, врачи дают вот этот вот медикамент, АНАВАР, действующий веществом Аксандралон. У меня есть друг, он работает в ожоговом центре детского отделения, и препарат Аксандралон даже допущен в применении детям. Вот вам еще раз доказывает то, что он более-менее безопасный препарат. У него очень низкая андрогенная активность, то есть он влияет по минимуму на выработку вашего собственного тестостерона. Он влияет негативно по минимуму на вашу печень, если даже его допустили к применению при алкогольном гепатите. В общем-то, препарат хорошо переносится. Также его можно применять женщинам. Он вызывает очень редко явление вирилизации, только в том случае, если женщины принимают его очень в больших дозировках. Безопасная дозировка для человека это 20-30 миллиграмм Аксандралона в день. Если вы соблюдаете эту дозировочку, скорее всего, у вас не будет никаких побочных действий. Его можно применять длительное время. Ну, конечно, я бы рекомендовал периодически сдавать анализы на печеночные пробы, конечно же. Это алкалированный препарат, и он все равно какую-то, хоть и небольшую нагрузочку, но оказывает на вашу печень. А так как на рынке очень много подделок, Аксандралон дорогой препарат, часто продают за место Аксандралона, например, Станозолол, который чем-то похож по действию на Аксандралон, но только у него очень много побочек и очень токсичный на печень. Поэтому я рекомендую всем настоятельно периодически хотя бы раз в месяц давать анализы на печеночные пробы. Расскажу, что этот препарат все-таки небольшое действие оказывает на выработку собственного тестостерона. То есть в меньшей мере, чем другие, но все-таки он понижает выработку собственного тестостерона, потому что я сам лично принимал Аксандралон 30 мг в день. В апреле прошлого года, через месяц я сдал анализы, и у меня был тестостерон в низких референтных значениях. Но все-таки еще в референтных, ребят. Для спортсменов он еще будет интересен тем, что у него очень сильное антикатаболитическое действие. Он является сильным антикатаболиком. Я его, например, принимаю актуально перед тренировками для защиты разрушения мышц на тренировке. И он еще будет интересен, например, людям, у кого высокий глобулино-связывающий половой гормон, да, ГСПГ. Так как Аксандралон является дериватом ДГТ, и он успешно, да много даже лучше, чем проверон, понижает вот этот вот глобулин, связывающий половые гормоны, ГСПГ. Вследствие этого у вас больше в организме свободного тестостерона, который нам дает очень много плюсов. Хорошее настроение, больше мышечной массы, стойкую эрекцию, хорошая либидо и так далее, ребят. Так что препарат хороший, безопасный. Вопрос только в том, как вам повезет, да. Купите вы действительно оригинальный Аксандралон или под Аксандралоном будет скрываться Стенозолол. Ну все, теперь точно прощаюсь с вами. До новых встреч. Ребята, если видео это вам зашло, попрошу вас поставить под ним лайк, написать комментарий. Если вы еще не подписаны на мой канал, подпишитесь, нажимая на колокольчик, чтобы не пропустить мой следующий видосик, а они выходят у меня регулярно 2-3 раза в неделю. Auf Wiedersehen!